Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня фильм у нас не по вязанию, а в большей степени связан с самой рыбалкой, с нашим бытом. Для меня была необходимость для того, чтобы фотографировать всевозможные макросъемки делать. Мне понадобилось специально наши мушки. Сами понимаете, сфотографировать вот такую козявку максимально увеличением очень-очень тяжело. Поэтому я для себя придумал вот такую конструкцию на объектив. Она еще с креплением будет доделываться здесь. И спокойненько макросъемку фотографирую. Пригодиться может и всем, кто фотографирует макро, жучков, паучков и всех остальных. Ну и, как говорится, это очень даже полезно для рыбалки. Рыбалки. А именно, давайте по порядку. Значит, если вы выезжаете на автомобиле, это просто незаменимо. Потому что все, что вот я изготовил, это делается для питания 12 вольт. Не будем ударяться в подробности, как, что. Я оставлю почту, оставлю все. Все делается это практически за один день при наличии определенных радиодеталей и небольших навыков. Человек, который не криворукий, а я уверен, из вас большинство таких, сами могут изготовить в течение дня любое вот такое приспособление, которое вам пригодится на рыбалке. Форма может быть как квадратная, треугольная, шестиугольная, какую захотите. В чем суть и проблема? Давайте я буду рассказывать более подробно, так, чтобы вы поняли. У меня вот все собрано на вот такой простой схеме подключения. Это диммер с регулировкой яркости. Сейчас я, давайте, пусть камера не ослепнет. Я постараюсь вот медленно включил и начинаю увеличивать наше освещение. И до максимального. Вот так она достаточно хорошо светит. Практически, если брать в расчет, что лампочка 100 ваттная, у меня нет прибора, чтобы конкретно замерить, но вы можете сами потом посчитать. Здесь обыкновенные стоят пластмассовые диоды, ток потребления 20 мА. Но единственное, вот их отличие, они изготовлены уже по современной технологии, с вот такой вот шляпкой, своеобразной, они так и называются, шляпные светодиоды. Как я это все изготавливал? Для начала, в интернете достаточно программ, которые вы можете спокойно зайти. Бесплатно даже их можно скачать. Они называются там всевозможные рисовалки. Вам нужно изготовить вот такую плату. Я для себя, как под свой объектив, замерил, что мне нужно, чтобы внутренний диаметр был. У меня больше 100 мм, я его сделал 105 мм. А наружный получился уже исходя из наборки светодиодов. Светодиоды подбираются под то напряжение, согласно которого у вас будут они работать. Если с расчетом, что он 3,2 вольта, то получается одного светодиода вроде бы достаточно для 5 вольт с гасящим резистором. То на 12 вольт их лучше использовать. 9 вольт их мало, 2 штуки будет. Поэтому самый оптимальный вариант, почему я говорю для рыбалки. У меня такой, кстати, имеется вот там еще лет 5 назад делал из других. И я вот еще сделал, осталась у меня вот внутренняя часть этого круга. Я сделаю еще одну вот такую тарелочку для того, чтобы можно было разместить в другом месте. Идем дальше. Мы разобрались с тем количеством светодиодов. Здесь небольшие электротехнические знания нужны для того, что 3,2, 3,2 посчитали. Это у нас выйдет 3,9 и там 2 около 9,6. Плюс падение 10 с копейками вольт. Значит нам 1 вольт нужно будет погасить. По закону Ома приблизительно посчитали. И по току, который необходим для работы нашего светодиода, здесь порядка 100 Ом ставится резистор. Резистор должен стоять 1 ваттный. У меня, естественно, он меньше, потому что не было. Но рассчитывать на то, что я буду эксплуатировать свой светильник не длительное время, для меня это пройдет. Для рыбалки необходимо гасящий резистор ставить на 1 ватт. От 75 Ом до 100 Ом. Этого будет вполне достаточно для такой марки светодиодов. Если вы вдруг захотите изготовить на 57-30, вот у меня имеются вот такие, или 28-35 светодиоды, я вас немножечко предостерегу. Значит, они потребляют ток в 3 раза больше, греются, и необходимо делать дополнительно тогда теплоотвод. Ставить вот на мою печатную плату, которая вот у меня вышла, здесь дополнительно радиатор, еще это все отводить тепло. Ну, если вы захотите, пожалуйста, можно изготавливать. Для меня это не устраивает, потому что я в большей степени буду использовать для фотографирования. Ток мне не надо, чтобы потреблял большой, поэтому я использую. Вот здесь подключен обыкновенный блок питания, который идет у меня к моим жестким дискам выносным, или же от ноутбука, потребляемый ток суммарный, вот моей вот такой конструкции 2,5 ампера, приблизительно. Не будем ударяться там 2,135, 2,137. Значит, как я все это делал? В рисовалке, просто-напросто. Кто не знает, я потом, если что, подскажу. Нужно будет, значит, под вас я вышлю плату, которую я сам нарисовал. Она делает 20 минут при наличии навыков. Значит, в чем смысл еще хочу вас предостеречь? Значит, здесь что? По макросам, которые имеются в программе, вот ширина вот этих вот дорожек, которые соединяют светодиоды, она очень маленькая. Ее необходимо сразу увеличить. Хотя бы наполовину. С чем это связано? При монтаже обычно я всегда сделаю 2, 3, там 5 сборок и подключаю, проверяю к блоку питания, как вот у меня вот оно еще все в дежурном режиме осталось. Подключаю к блоку питания и смотрю, как оно светит у меня. Есть пульсации или нет пульсации? Потому что каждую вот такую линеечку необходимо подбирать вот соответствующим резистором. Он может быть и 68, 75 Ом, может быть и 82, может и 100, 120 Ом. То есть все зависит от той цепочки, в которой стоят вот здесь эти все диоды. С чем это связано? Вроде бы они все одной партии. Вот как мне человек прислал вот такой вот кулечек этих светодиодов. Но честно вам скажу, пришлось включил, проверял каждую в отдельности. Все вроде бы хорошо, все отлично. Включаю, появляется мерцание определенных светодиодов. Это значит, вот в этой одной линеечке у нас один светодиод работает не в заданном режиме. То есть все два нормально, а третий получается надо подбирать по току. Поэтому я его просто брал, выпаивал и вставил уже новый. И у меня насобиралось в общей сложности, здесь у меня 41 вот такая ячейка. И в этой ячейке получается три диода. Ну не сложно, 123 светодиода. И у меня получается, вот я их потом выпаиваю и подбирал потом все просто по току. Ну практически получается из вот всей вот этой линейки, пять штук, у меня вроде бы как не подошли. Не годятся они нигде, ни там, ни там. Но они пойдут на всевозможные другие самоделки. Я вот в частности другу уже показывал, эта лампочка была ртутная. Я на скорую руку взял и вот эти светодиоды успешно здесь служат. Поэтому небольшие сложности, которые могут у вас возникнуть, это с травлением платы. С рисованием абсолютно никаких, там все понятно. Но перед тем, как травить плату, я допустим вот для себя сделал вот такую заготовочку. У меня печатающий лазерный принтер. Технология нанесения рисунка на стеклотекстолитовую или текстолитовую фольгированную плату очень простая. Вот утюг, лут называется. Лазер и утюг. Наносится потом, переворачивается этот рисуночек на плату и утюгом потом проглаживается. Это все чисто экспериментально, я расскажу, потому что материал не относится к рыбалке. Сделали, перенесли, протравили. Как протравить? Тоже рецептов с лимонной кислотой и с перекисью водорода больше, чем достаточно в интернет-сети. Я буду рассказывать о тех нюансах, которые могут вас потом нехорошо повлиять на окончательный ваш результат. Что нам нужно? Первое. Это я нарисовал плату, перешел к процессу травления. Травить плату. Я травил ее в перекиси водорода, лимонная кислота и соль. Стандартный набор. Значит, вышло у меня так, что раствор вроде бы отработал положенные, 40 минут прошло, реакция завершилась. Но до конца, с расчетом того, что у меня двухсторонний фольгированный стеклотекстолит, недостаточно было этого раствора, он уже истощился. Даже на водяной бане. Это я уже вам говорю, как оно есть. Поэтому мне пришлось вот таблетки этого пергидроли добавлять туда и постоянно раствор обновлять. У меня ушло в общей сложности на протравку вот этой платы. Эту часть, которая у меня здесь блестит, приклеенная фольга. Я не травил, я ее просто замазал обыкновенным спиртовым вот таким маркером. Спасло процентов на 70, то есть процесс реакции не пошел. Здесь травление. А с этой стороны процесс травления, как вы видите, прошел достаточно успешно в течение 4 часов. Это то, что вот действительно нужно учитывать объем. Если есть хлорное железо, используйте хлорное железо. И теперь, как вы можете видеть, вот здесь у меня некоторые такие нюансы наблюдаются на плате, где я раз 5 уже перепаивал, и за счет этого у меня поотлетали дорожки. Очень узенькие, тоненькие дорожки. Поэтому, когда вы будете рисовать, увеличьте их хотя бы наполовину. Это вас спасет от того, как вы будете потом настраивать, чтобы... Ну, честно говоря, внешний вид здесь абсолютно не играет никакой роли, потому что эта вся часть будет закрываться. Делается здесь практически еще корпус. Очень много круглых, всевозможных от майонеза баночек, строительных, от клея, которые по диаметру подбираются, и получается достаточно красивый, симпатичный круг. Здесь вроде бы все понятно. И возвращаемся к нашим вот таким диодам, которые я вам говорил. Если я буду использовать обыкновенную батарейку, вернее сборку батареек на 12 вольт, у меня практически будет очень долго-долго-долго работать, и проблем ни по току, ни по чем не будет. Но как только вы соберете, а собрать можно, с расчетом того, что три светодиода как раз очень хорошо помещаются в этой линейке, и круг выйдет меньше. Также с гасящим резистором под 12 вольт приобрести светодиоды, у вас сразу возникнет вопрос о том, куда отводить тепло. Поэтому, как бы мы ни хотели, но яркость будет, понятное дело, в два раза больше, потому что вот эти диоды мощнее чуть ли не в три раза, а яркость их в два раза больше этих светодиодов. Но вполне достаточно. То есть практически 100 с лишним этих светодиодов заменяют мне 100-ваттную лампочку для освещения. Вроде бы все понятно. Никаких здесь проблем нет. Если вы захотите, допустим, сделать, чтобы он вообще не боялся у вас дождя, я обычно для таких целей беру или гелем. Есть такой прозрачный гель, который просто держит хорошо влагу и ничего. То есть резисторы не стоит покрывать, а обратную сторону вот нашей платы, все это залить силиконом или герметиком, все это закроется прозрачным. Вода сюда попадать уже не будет. Больше здесь ломаться, биться, ронять можете сколько угодно. Главное не отломать, потому что по возможности эта конструкция выдержит и у вас будет светить, когда дождь. Вроде бы так все рассказал. Проблем никаких нет, поэтому спокойненько можете себе изготовить все это для домашних. Их можно использовать и в качестве стационарной домашней подсветки для компьютеров, ноутбуков, сарая, чего угодно. Быстро, дешево и сердито. Значит, при моем вот таком беглом подсчете, сколько ушло, это 100 с лишним светодиодов, это порядка 70 гривен, плюс кислота, плюс это где-то 80-90 гривен себестоимость изготовления. Вот такой, без блока питания, понятное дело, вот такой вот, вот такого нашего симпатичного светильника. Такой вы в интернете не купите. Для фотографирования я узнавал, сколько стоит стоимость в десятки, а то и в 20 раз больше, и то мощность в 3 раза меньше. Если была полезная информация, ставьте лайки. Нет, пожалуйста, пишите на почту. И огромная просьба. Если по каким-либо причинам вам не нравится в чем-то фильм, пишите мне на почту. Тупо не нравится. Это меня не устраивает. Я должен знать, что вам не нравится, чтобы в последующих фильмах это все исправить. Вопрос стоял о том, что прошлый фильм был с плохим качеством. Ставлю вас в известность. Снимается хайди качество. Тысячу с лишним разрешения. Камера пишет великолепно. Если вам YouTube выдает 480, спрашивайте у YouTube. На моем канале загружено самое максимальное разрешение. Все фильмы. Если нужно будет дополнительно, я фильм перешлю по почте. Вот и все, друзья мои. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.